Перед нами лежит нелегкое задание уничтожить невидимых по своей натуре существ. Видимо, они только потому, что подошли близко к нашему городу и катапульте, которая стоит в этом городе. Стоят на соседнем Гексе с нашими отрядами. Но, боюсь, адепты Лунарда, обладая очень мощной рукопашной атакой, могут, к примеру, катапульту уничтожить за раз или очень сильно ей повредить. А то и воинов, если они на них сагрятся. В остальном, мы продолжаем наш поход на восток. Ну и продолжаем развивать наши империи. Кстати, наша столица Гримлук уже достигла практически 11 уровня. Нам осталось, я так понимаю, 51 жителей. Если прибавится на следующем ходу, то мы как раз и получим этот самый 11 уровень. То есть, грубо говоря, 1000 жителей равна одному уровню. К примеру, здесь у нас 9 уровень с начальным хвостиком. Да, 9000 жителей. Если речь идет о 6 уровне, то количество жителей в нем в городе 6936. И на следующем ходу это должен стать 7 уровень. Да, вот такую вот для себя систему вычислил. Хорошо, конец хода и очень жду, когда, в принципе, не просто жду, а коплю на это золото, чтобы ко мне приходили лорды ценой в 700 единиц золота найма. И я мог бы их уже привлекать в свои армии. Так, ну, за Крэлом, как обычно, от него ожидается то, что он будет сражаться с дримерами, которые оплодятся. Та же самая ситуация у Крыса. Он пытается уничтожить замок. Видим, что замок пострадал хоть немного. Сколько у него на это уйдет армии, это вопрос еще тот. А мы с вами в этой серии немножко поговорим о нежити. О нежити в общем смысле этого слова. Понятно, что та нежить, в которой воюем мы, это вампиры, зомби, привидения, скелеты, мечники, скелеты-лучники, драголичи. Может, еще какие-то воинства через другие ветки, которые можно построить. Ага, мыши еще забыл упомянуть. Мы их можем нанимать. Ну и основными воинами нежити для нас все-таки являются вампиры. Два вида вампиров, простые и улучшенные. Драголичий как-то я не распробовал. Во-первых, они не обладают дальней атакой. Да, они могут летать, но... С одного выстрела... Половина здоровья, и приходится отводить их подальше. То есть, как таковы, они себя в бою показали. Зарекомендовали пока что не очень знатно. Так что ничего я про них особого не скажу. Нежить это общее название для вымышленных существ, которые после смерти ведут себя как живые. Нежить бывает бестелесное, духе привидения, и материальное, вампиры и зомби. С древнейших времен о нежите ходит множество легенд. Так, а вот тут повнимательнее. Хот-дремер. Я так понимаю, вот здесь. Средоточие, и эти ребята воюют. Ведут агрессивную политику. Один из городов уничтожен. У-ху-ху. Какой где? Не сильная атака. Ого, посерьезней. Так, праймин элементарь нас игнорирует. Это что-то бегло туда-сюда. Один, три. Семнадцать, десять. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Три, двадцать один. Практически убили всех вампиров. Так. Жесть. Ну ты сам же плодишь себе проблемы, дружище. Зачем его было там строить? В столице мы можем построить новую постройку. У нас, в общем-то, все линии застроены. Я имею в виду по нежити, по существам. Если речь идет о золоте. Пять, четыре, один. То есть, десять. Плюс пятьдесят. Это пятнадцать. И сейчас еще банк плюс пятьдесят. Монетный двор. Или все-таки волшебная лавка. Плюс сто. Пять, три, два. Моноферма. Свиноферма. Кузница есть. Черные тени. Налоговая служба. Что же строить? Ну, наверное, свиноферму в столице придется строить. Как бы унизительно это не казалось. Так, траколичи. Нанять ничего не могу. Заклинание готово к использованию. Эльфийское бунгало. Эльфийские лучники. Эльфийки-снайперки. Производство плюс два. Или казино. Золото плюс пятьдесят. Ну, конечно же, эльфийское бунгало. Ради него я тут и ставил поселение свое. Тридцать магии. И чем же мы можем умножить? Моноферма, 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 моноферма. Еще одна моноферма. Сплошные монофермы. Ага, хранилище ман у нас есть уже. А мельница? Мельница душ через склеп. Строим тогда склеп. И тогда сможем вообще значительно умножить прирост магии. Тридцать. Тридцать единиц. Давайте проверим наши города. Посмотрим, какой город приносит. Больше всего. Шестьдесят три единицы магии. Ну, я думаю, больше мы и не найдем. И заклинание. Это нам даст увеличение производства магии. 123 у нас производится. 137 производится. Такой достаточно выгодный прирост. 14 взамен на 2. Кстати, давайте посмотрим, сколько город 79 стал производить единиц магии. Очень даже неплохо. Как же вас убивать? Чем? Тут иммунитет. Не берет. Да, милорд! Не берет. Здесь, наверное, ударим все наши поля. Нет. Очень-очень даже хорошо ударили. А, ну, попробуем дострелить. Есть! Отношение бога. Хелия плюс 10. Нисходящий огонь. Небоевое здание. Разрушите. 160 золота. 780 единиц хватит на найм. Отправим наших вампиров в атаку. Ну, нужно быть мирно осторожными так, чтобы наших не трогали. Можно даже чуть-чуть отвезти их. Хозяева ночи. Что-то мне стремно за вампиров стало. Что я не подлечил их перед тем, как атаковать. Так! Есть! Древнем мы их уничтожили. Но я до сих пор не вижу, что там происходит дальше, поэтому... Рисковать не очень хочется. Строить! 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 Мишки. Твои верные слуги. Мишки, мишки, мишки. Может вас чем-то ударить. Чем-то не сильным. Не получится. И где-то еще опасность нам грозит. Раз. А сколько здоровья у тебя? Одна единица осталась. Хозяева ночи. Цель на холмах. Минус 25. Одну единицу. И одну единицу. Ну, давайте добьемся. Начнем. Ты звал? А! Почти. Почти убили. А вот здесь мы не сможем прикрывать и убить летающих существ. Они для нас недостижимы. Сто тридцати единиц золота. Грома рукойны. Там не страшны у нас иммунитет к рукопашке. Заодно можем их немножко присмирить. Регенерация плюс два. Очки движения. Опыта вход. Давайте выберем регенерацию. Рейвенхуд. На Рейвенхуд идет атака. Причем такая серьезная. Можно будет попробовать Рейвенхуд перехватить. Если успеем добраться до того, как Анна не захватит его. Хранилище маны. Гринмилл разрушен. Да, это нам уже сообщили. Печальное известие. Если мы хотим защитить свои границы, нужно будет направить помощь. 137 единиц магии. А кого в помощь отправим? Наверное, привидения. Драколич. Кого же мы тут нанимать-то будем? Так, случники. В атаку. Шестерочка. Отлично. Почти убил. Еще и нашли портал в другой мир. А вот тут дремера обосновались. Так что, кажется, их никто не трогает. И соседствует еще с Миральбусом. Переговоры. Заклинария нет. А золото. К примеру, ты мне 300 единиц, а я тебе 400 единиц магии. Ой, нет, не всю магию, а только 400 единиц. И защиту от стрел. Тогда 300 единиц. А может, 250? 250. Щедрое предложение. Отправить. Попробуем действовать так. Солнце слышит тебя через меня. Солнечный удар выносит вражескому отряду урон магии стихии. Ну вот. А я тебе щит магии. Анна. С Анной можно тоже провести переговоры. Я выслушаю тебя. Нет. Ни о чем нам с ней говорить. У нее нет ничего для нас ценного. Так, ты, друг. Ты нам их не продашь, это я знаю. Говори побыстрее. Я должен вернуться к своим исследованиям. О-о-о. Ай, Лориев. Но у тебя, я знаю, есть золото. 100 на... Заклинание лечения. И... 100 магии. Попробуем выторговать побольше золота, чтобы у нас был определенный запас. Что будет делать вождь Крэлл с новой угрозой? Ну, качать свое войско. Можно будет и своих новобранцев туда подводить, правда. Правда, кого? И только тогда, когда у вождя Крэлл не останется войско. Они отступили. Ух ты. Катапульты. И продолжим про нежить разговаривать. С древнейших времен о нежите ходит множество легенд, становящихся источниками вдохновения для писателей 18-19 веков. Современный образ нежити сложился во многом благодаря готическим романам, особому виду художественной литературы, смеси романтики и ужасов. Впервые английский эквивалент слова «нежить» «Undead» употребил Брэм Стокер в своем романе «Дракула». Собственно, граф Дракула и является классической нежитью. Он мертв, но способен двигаться, говорить, обладает сознанием и злой волей, нарушать покой живых. Похоже, что в этих землях есть еще один великий маг. Еще кого-то нашли. Мне казалось, я увидел уже всех. Тело нежити с физиологической точки зрения мертво, поэтому человеку оно кажется холодным. У некоторых трупов вампиры разложение замедлено или приостановлено. А некоторые зомби гниют со страшной силой. Иные после смерти сохраняют душу и разум, например, личи и рыцари смерти, большинство призраков и вампиров. Они смутно помнят о радостях жизни, но просто не могут испытать их вновь. Обида и зависть к живущим заставляют нежить ненавидеть полноценных людей. И вымещать на них свою злость, либо превращают жизнь в ад. Так, ну хорошо, хоть не нас. А вот тут уже нас. Иди отсюда куда подальше. Интересно, кого мы нашли? Что у нас ржах? Великий, ты хочешь говориться? Да, предложи тебе пакт о ненападении. Бараки. Тренировочные площадки. Ага. Строим бараки. Так, 9,2. Магия. Хранилище маны. Есть. Таль и лошадь, таль и лошадь, а вот зато я не услышал, что магии есть. Это были хорошие переговоры. Уже есть. 1259 и 1800. Замечательно. Волшебный сад готов. Еще катапульта 1 готова. Добили. А вот забрать и потерять вампиров нет уж, извините, друзья. Я не знаю, что меня там ждет. Мне, конечно, хотелось бы очень забрать это что-то. Но не за счет такого количества денег. Уж больно это дорогое удовольствие тратить своих вампиров. Да и воевать тут вампирами, в общем-то, против праэлементали, учитывая, что у вампиров защита от магии стихий. Хотя неплохая, конечно. Но только это в том случае, если с праэлементалями ведется схватка. А так 8 единиц. Здоровье могу и не пережить. Хотя можно попробовать его вылечить. 130 и 50. Давайте куснем что-то живое. Плюс 4. 12 единиц здоровья есть. 35, а рукопашное 8 и 1. Магия стихий 27. Вампиры! Стрелковая рукопашная, магия стихий и стрелковая. Защитное зелье. Доспехи. И давайте смотреть. 140. 86% урона от магии стихий игнорирует. И 47, нет, 30% урона от рукопашной. А если восстановить тебя еще чем-то? Совсем другое дело. Теперь можно и повоевать. Лучники. Скелеты-лучники. Зачем они нам? Давайте их как расходный материал отправим в бой. Что с нашими катапультами будем делать? Каждый город по катапульте. А вас куда мы отправим? Раз вы не боитесь стрелков, может в Мартиморум? Минус 25, зато боитесь магии стихий. Останетесь, пожалуй, дежурить где-то тут. Ами лорд! Ну а вы куда-то в бой. Еще один отряд есть. И четыре постройки. Золото и магия. Моноферма, значит. Золотая шахта. Но это у нас людской замок. Можно в ветку охотников-рейнджеров. Можно через библиотеку в магов. Либо все-таки золотую шахту пока что. Давайте золотую шахту освоим. Потом через библиотеку в магов. Поведем. И будут рабы у нашей нежити. Само собой, хоть золото тут и есть. Аж 11. Хранилище маны. Или кладбище. Или рынок. Мышиная башня. Ремесленный квартал. Моноферма. Так, что одного поселенца. Мишки. Мишки, мы так не договаривались с вами. Сейчас буду жестоко вас за это накану. Чего извольте? Так, ну и надо по сути строить. Строить тогда еще карликов-поселенцев. Нам нужны города монстров. Драколич. Ждем тебя. Ух ты! Наша возможность отхватить здесь что-нибудь. Рынок. Ловушка маны. Моноферма. Давайте моноферму построим. Куда ты? Ты легко собрался. Смерть тебе. Ой-ой. Не попадем. Гном я сталь. Сила отряда плюс 20. Можно применить, конечно. У-у-у-у. Тут мы, ребята, ставили с носом. Ни с чем. Рейнджеры у нас стреляют. Столько стрелковая атака. К ней у нас иммунитет. Добиваем местных агроф. Что-что-что-что-что-что-что-что-что. Я думаю, вы еще не справитесь за один ход. А я как раз могу на готовенькое подлететь. Хозяевы ночи. Хозяева ночи идем. Кого убивать? 37. Магия смерти. А кто у нас? Магия смерти иммунитета нет. Кто у нас сильнее ударит? 12. Тоже иммунитета нет. Да, в общем-то, одинаково, что те, что те бьют. Правда, жизнь не единиц больше у разбойных. Убить их всех. Захватил Миральбус. Городок. Тут мы ничего сделать не можем. Может быть, очищение земель. Или... Или, к примеру, наколдовать еще на один город. Родник магии. И что там могут наши мышки сделать? Открывать новые территории. Да. Конец хода. С другой стороны, многие тела после смерти лишаются изначально находившихся в них душ. Такие либо действуют инстинктивно, как зомби, либо одержимы демонами и злыми духами, которые могут пользоваться воспоминаниями умершего, но фактически не являются им. Типичная способность нежити – вирусное превращение. То есть способность превращать живых, обычно предварительно убитых, но иногда прямо заживо в себе подобных. Обычно эта способность приписывается вампирам или им подобным. В Dungeons & Dragons ею обладают умертвие. И некоторые виды призраков. В фильмах жанра зомба-трэш-хоррор эту способность демонстрируют скромные зомби. Так, из разновидностей нежити – смерть с косой, скелет с косой в черном балахоне и на коне, собирая души умерших. Рыцари смерти. Великие воины, способные также прибегать к темной магии, могут быть бледными, мрачными людьми, скелетами или духами. Носят латы, украшенные множеством черепов, шипов и костей. Дерутся обычными мечами, верхом на лошадях, которые тоже могут оказаться скелетами. Были популяризированы Лордом Сотом из сеттинга Dragonlance. Хотя первое их появление хронологически все-таки Назгулы из Лотар. Очень любимые школьниками и игроками World of Warcraft. Франкенштейны. Любые трупы людей, которые вернули к жизни с помощью технологии. Сам монстр Франкенштейна был огромным, сильным, быстро учился и сильно злился на своего создателя. Современные вариации обычно похожи на зомби. Отключить их можно по наличию на Франкенштейне шрамов, швов и железных скобок, скрепляющих между собой разные части тела. Технически они могут не считаться нежитью, продукт технологий. Поэтому силы света против них скорее всего не действуют. Вариация на тему Могильный Голем, который также может быть создан из нескольких трупов и не всегда считается нежитью, но создается чисто магическим способом. Пакты и нападения. Здорово. Мы тебе последнему из найденных нами предложим еще и союз. Ты хочешь говорить со мной? Если ты нам что-то за это дашь. Нет, просто союз меня тоже устроит. Гоблины лучники, гоблины копейщики. И город для постройки. 31 единица магии. Маноферма, ловушка маны, насос маны, хранилище маны. Хранилище маны. Где же, где же, где же? Следующий этап. Мельница душ. Для этого нужно строить склеп. Склепа здесь нет. Хорошо. Строим склеп. Так, гильдия гоблинов построена у нас. Да. Целитель. Куда же мы тебя отправим? Будешь исцелять нашего старейшего огра. Который и нанести удар не может. И забирать магию. 70 магии. Хозяева ночи. И сюда, если пойдем. Ваше сиятельство. Был найден портал в другой мир. Вернемся и атаковать уже никого не сможем. Начнем. Давайте повоюем с проэлементалем. Конечно, лучниками попробовать убить проэлементаля. Такой не самый разумный вариант. А что вы можете? Иммунитет 15. Ого. Вот. Вот она, ячейка зла. Которая производит страшные вещи и угрожает одному из наших новообретенных городов. Так, мышки, если что. Готовы захватить Равенхуд в любой момент. Как только наши соседи уничтожат его защиту. Сможем или не сможем уничтожить? 1305 золота. Не знаю, но попробуем. Может еще привидение создать. Может так случится, что дремеры опять появятся. Я буду к этому не сильно-то и готов. Время платить по счетам. Время платить по счетам. Но тут есть опасность наткнуться на... А, деревьев тут больше не будет. Слушайте. Ведем, значит, нашего поселенца сюда, чтобы иметь доступ к драгоценным камням. К шахте с драгоценностями. Она нам очень пригласится. Тут проэлементали уничтожили. И, в принципе, ведут войну между собой. 25 стрелковая. Урон плюс 30. Сила отряда плюс 20. Нет. Пока что... Ничего. Не даю тебе никакой дополнительной брони. Доставим воинов здесь. Может с крысом опять провести переговоры на счет золота? Переговоры? Почему бы и нет? Магию. И, к примеру, заклинание. Ага. Не актуальное. Для тебя. А если... Вот так уже заговорил по-другому. Давай, к примеру, золото. И это будет 400 единиц золота. А я тебе 300 единиц магии. Щедрое предложение. Отправить. Таким образом, я заклинание продаю за 100 единиц золота. Что ж, заканчиваем ход. Призраки. Прозрачные духи, обитающие в самых разных местах, но чаще всего в доме с привидениями. Некоторые могут передвигать предметы и писать на стенах, иногда кровью. Остальные только уныло завывать и греметь атрибутикой. Как правило, цепи. В прямом смысле слова сводят с ума впечатлительных барышень. Упыри. Происходит из фольклора. Часто в англоязычных источниках почти всегда называются гулями. По названию джина из арабской мифологии. Питавшегося трупами. Популяризированы в том числе лавкрафтом. Являются очередным видом ходячих трупов, но поведением больше напоминают животных. Некоторые зупырей питаются только мертвичиной. На практике это значит, что перед тем, как съесть добычу, они ее прикончат. Не думайте, что это как-то обезопасивает живых. Умертвия. Североевропейский аналог мумий. А, нет, мумий. Останки египетских фараонов гоняются за сквернившими гробницу археологами, но бегают медленно. Представляют собой специально обработанные трупы, завернутые в белые повязки. Тот, кто заглянет под повязки, умрет. Умертвия с североевропейский аналог мумий. Исохшие самому мифицировавшиеся покойники, лежащие в курганах и охраняющие свои погребальные сокровища. Придуманные Толкином. Популяризированы в DD. В общем, стандартные бэкстори почти любого классического фэнтези существа. Из Dungeons & Dragons DD пошла способность умертвий вытягивать жизненные силы из живых одним прикосновением, выраженная в отнятии у персонажей опыта и способностей. Хотя и у Толкина они что-то такое вытягивали, но медленно, ритуально, зловещими заклинаниями. В произведениях про викингов умертвия могут называться драугами. В скандинавской мифологии это что-то среднее между умертвием и возвращенцем. Соответственно, может употребляться в отношении того-либо другого. Я жду передачи хода, а у меня, оказывается, мои мышки летающие не походили. Восставшие из мертвых. Эта нежить сохранила разум и воспоминания о прежней жизни, поэтому обычно занята тем, что стремится отомстить обидчикам или убийцам. Тела восставших из мертвых почти не разлагаются. Сейчас не слишком популярны, уступив место ордам неразумных зомби и кровососущих вампиров. В английском и некоторых других языках называются Ревенант. Общепринятого русского названия для них нет, хотя в игре Эра Водолея была сделана попытка популяризировать слово «возвращенец». На Руси были заложенные покойники, люди, умершие дурной смертью, убитые, спившиеся и так далее. Отчего земля их не принимала и они возвращались. В скандинавской мифологии их фамилия Драугры. В Дедлендс они зовутся Истерзанными. К ним относится главный герой фильма «Ворон». А также Скорпион из Мортал Комбат. Это он, оно самое и есть. Личи. Пока что с чтением «Перерыв». Интересно, добьют ли они. Нет, еще один ход остался. Для того, чтобы добить Равенхуд. Могущественные маги-некроманты, сохранившие свою силу после смерти и восставшие из мертвых с помощью своего колдовства. Хранят свои души в специальных банках или, если лич большой, оригинал в игре, которое в яйце. Да-да, наш Кащей по всем признакам настоящий лич и окончательно умирают только после их уничтожения. В зависимости от возраста могут быть как почти неповрежденными трупами, так и просто скелетами. Популяризированы в Dungeons & Dragons сыграли заметную роль в истории вселенной Warcraft. А еще это такой китайский фрукт, вроде сливы. Вау-вау-вау. А ну не трогать моих воинов. Исследовано новое заклинание, ваше сиятинство. Выслушаешь ли ты старого человека? Да, я тебя поддержу, ты меня золотом, я тебя магией. Хоть и не совсем выгодное предложение ты мне делаешь. Мне вообще тут любят невыгодное предложение делать. Манна ферма. А рынок... Давай моноферму. Хотя тут раз, два, три, три монофермы уже есть, а может построить... Построить хранилище. Заклинание готово к использованию. Вопрос, где и в каком городе мы его применим. 33,8. Давайте найдем следующий город, который... 19,6. Не оно. Это вообще не оно. 9,2. Тоже не самый лучший город для этого. 9,2. Просто. Личмир, 8. Да, у нас лучший город это Некрополис. Сколько ты приносишь теперь? 47,4. Супер. Обнуление. Благословение солнца. Увеличивает производство еды в выбранном городе. Два хода. Давайте раз так быстро изучиться, выучим это заклинание. Скелеты, скелеты, скелеты. Защита рукопашная. Ладно, штурмовик тут будет. Защита стрелковая. Магия стихии. Магия смерти. Это были хорошие переговоры. Это... Нет? Сима. И три постройки. Свиноферма, склеп и... Эльфийские лучницы. 8,1,1. Наклепать эльфийских лучниц. Железо. Ваше сиятельство основан Новый Гор. У-у-у. 32 атака. Хозяева ночи. Вот так зашел. Высших вампиров очень не хочется терять, что ли, телепорт, но тихо отсюда. Эх, не получится. Двои верные слуги. Мертвые слуги. Боюсь. В скором времени. Вот. Вот оказывается в чем плюс. Что вы бьете по площади, и вам не отвечают. Будем это использовать. Да? А как тебе понравится это? Я думаю, не понравится. Ни разу и мы сможем забрать эти прелестные сокровища в свою казну. Кто бы нас не атаковал, кто бы от нас не атаковал. Следующими будете вы. Если мы, конечно, не используем для этого вампиров. Или все-таки попробовать уничтожить проэлементаля. Правда, долго мы это будем делать. Стоять тут. Стоять тут. Стоять тут. Привет, дружище. Я в другую сторону попробую. Ага, он еще и находится на таком месте, что несет урон. Равенхуд. Ладно, ждем. Хороший местечко для города. Да-да. Так, мышками полетать можем. Судя по мини-карте, мы практически приблизились. Эльфийские лучницы. Да, будем нанимать. Эльфийских лучниц. Так. 60. Рукопашная магия духа. 21 и 10. Ник, не, ник магии духа иммунитета у вампиров нет, увы. Можно было бы наколдовать. Защита от мячей. Сопротивление рукопашным атакам. Шар огня. 20 магии стихии ударить, чтобы ослабить. Но у них здоровье. Слабость. Небольшая слабость. Слегка ослабляет вражеский отряд. Не уверен, что это поможет. А сколько у меня? 36 здоровья. А у этих ребят 32. Но может, конечно, за раз и не убьет. Если еще наколдуем. Они не убьют. А вот другие могут и убить. Если шаром огня бабы нет. 15. Ладно, все равно мы не выясним, если не возьмем себе смелость и походить. Все, конец года. Зомби. Жертвы искусственного или естественного вируса, а также колдовства вуду, адаптированного под голливудские потребности. Трупы, бессмысленно бродящие по улицам в поисках плоти, иногда мозгов живых. Медленно разлагаются и плохо берутся. Как говорят, привернцы концепции быстрых зомби, настаивают на том, что зомби способны передвигаться с максимально возможной прижизненной скоростью. Скелеты. Слуги и солдаты некроманта. Глупы, но зато их легко ранить, а запас можно пополнить... Не легко ранить, а запас... А запас можно пополнить на ближайшем кладбище. Редко встречаются в ужасах и часто в фэнтези. Несмотря на обычную роль пушечного мяса, некоторые скелеты даже удостаивались чести быть главными героями. Например, злодей, скелетор или хранитель гробницы из баек из склепа. Вампиры спят в гробах, не любят свет и пьют человеческую кровь, а также превращаются в туманы летучих мышей. Сначала изображались как отвратительные чудовища и по сути были тем же, что и у пыри, но потом оказалось, что на самом деле вампиры тонко чувствующие вечно молодые аристократы просто с оригинальной диетой. Бою яйцом бородами. Вот такие вот небольшие, но интересные выдержки про нежить, из которой и состоит наша великая могучая империя. Но у нашей нежити особое назначение. Мы, конечно, сражаемся против дремер, но в итоге, когда разовьемся достаточно в мощную ячейку, дадим бой и нашим людским соседям. О, это уже появились маги. Магвозды. Критическое попадание. 15. Как же отреагируют другие дикие монстры? Ух, спасли наших вампиров. Куда тебя отправить? Добивать этого злосчастного соседа, Огра. Который не на своем месте. Еще дальше его отогнать. Есть. Время оплатить по счетам. Ну, тут никто никого не ждет, просто качать. И форст письки над на слон. Да вы что? Какое выгодное предложение? Ладно, друг, я понимаю, что у тебя сейчас потребности. Поэтому, только поэтому я твое предложение и приму. Магия стихий, магия смерти. Итого, у тебя магия смерти, магия стихий. Более-менее защита есть. И все. Две постройки. Как мы и говорили, тут мы будем строить. Это у нас замок людей. Золотую шахту построил. А развиваться будем через... Бильдю воинов. Нет, через, через, через библиотеку. Подождите, а где она? Мельница, библиотека. Ловушка мамы. Маги нам нужны. Магия, затем магистры. Это у нас нежить. Нежить, нежить, значит, моноферма. Ты не мог бы помочь мне клачу. Хорошо, подруга, так и быть. Только из-за того, что у меня прирост маны очень хорош. Ой-ой-ой, еще и вампиры получили. Толпы совершенно неуправляемой нежити. Их много. Зато к нам пришел принимать интересный лорд наниматься. Это ужасное чудовище. Огромный кроль. Следуйте за мной, но следуйте только, если вы достаточно храбры, поскольку вход в ту пещеру охраняет создание настолько ужасное и жестокое, что ни один из тех, кто сражался с ним, не выжил. Кости 50 человек лежат перед его логовом. Так что, храбрые воины, если вы сомневаетесь в своей силе или храбрости, ни шагу дальше, ибо ждет вас всех смерть с ее ужасными, большими, остренькими зубами. Речь Тима Заклинателя из древней книги «Сэр Монти и поиски святого Грааля», переведенная магистром Альфусом Бамблгейтом. Такой кроль, у которого 40 единиц здоровья и иммунитет, как и у призраков, к рукопашной и стрелковой атаке. Также хорошая защита от магии жизни и неплохая от магии смерти, магии стихий. Слаб против магии духа. Да нанимаем. Такого мы ждали. Сила отряда плюс 10. Держи. Больше ничего мы ему дать не можем. И с нашего короля отправляем в первое боевое задание. Работать против возникшей нежити. Бараки. Золотая шахта. Хранилище. Ферма. 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 Можно, конечно, угрызнуть. Не обязательно отступать. Или, к примеру, отойти, да накинуть на... Они заплатят. На них паралич. Себя мы практически подлечили. Эх! Тут только один вариант. И забирать город себе. Вот так вот. Плюс еще постройка. Это у нас город. Монстров. И храм можем построить. А грелы. Паладины жизни. Грумгога. Чемпионы Грумгога. Хелии. Волки-хелии. Или начать, к примеру, с чего-то более нейтрального. Рыбацкая деревня. Давайте начнем с рыбацкой деревни. Вот нам и пригодились наши летуны. Может, сможем. Вау-вау-вау. Нет, не сможем. На что я понадеялся? На что же я понадеялся? Так. И так как по всей империи появились эти очаги. Нужно будет с ними справляться. И отправим туда наши катапульты. Еще надо будет ждать. Таки не получилось. А сколько здоровья осталось? 10 единиц. Мы можем брать только 8 единиц здоровья. Малый огненный шар. Да. На это нам заклинания не хватит. Равенхуд, наверное, не получится присвоить. Мы отлетим чуть-чуть. Затем вернемся. 8. 1. Нет, по-любому надо будет ждать. Так сказать. А вдруг? Вдруг все-таки получится. Так. Рут соотношения. Разрушен. Санхевен. Ой-ой-ой-ой. Миральбу сожмут. Пора создавать войска, которые будут помогать нашим собратьям, иначе мы окажемся одни и без защиты. Допустить этого нельзя. Все. И здесь мы тоже без движения. Нежить отправляем. 47. 156. Драколичий создавать. Или высших вампиров. 3.12. Драколичий. Драколичий нам пока выгодны. Что ж, на этом с вами, друзья, я буду прощаться. И уже до встречи в следующей серии. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Пока.